Здравствуйте! Вы смотрите видеокурс по 3D моделированию на базе программы Autodesk 1.2 3D Design. И сегодня мы будем создавать статуи сфинкса. Это будет простая моделька. И для начала нам нужно нарисовать вот такую фигуру. Рисуем мы ее следующим образом. Мы берем Polyline, простую линию, и проводим от макушки, точнее от верха до низа. Потом мы меняем линию на сплай. И от низа проводим линию вот сюда. Здесь мы перетаскиваем ее наверх. Уводим в клубь. Здесь несколько корректирующих точек. Здесь сужаем. Переводим наверх. И заканчиваем ее. Жмем на Exit Mode. Теперь мы должны ее подправить. Слишком глубоких желобов на этой фигуре не должно быть. Только небольшие. Поэтому нужно сделать край более гладким. и сверху немного корректируем, чтобы вот в данном моменте не было особого бугра. Особо заметного бугра. Он должен быть примерно ровным. Точно так же снизу. Фигура должна быть примерно с ровным верхом и с ровным низом. Теперь, когда мы ее нарисовали, нам нужно сделать следующее действие. Во-первых, мы перейдем с просмотра сверху на вот сюда. Вот сюда, в общем. И кликнем на фигуру. Левой кнопкой мыши выберем вот здесь инструмент Revolve. Выбираем акциз сверху. И вот эту линию. И даем число 180. Первая фигура у нас готова. После ее создания можно будет будет и удалять рисунок. Я, пожалуй, использую первую, потому что она у меня более гладкой получилась. 180. Задали. Переместили сюда. И нужно нарисовать следующую фигуру. А именно вот этот вот головной убор сфинкса. Его мы будем уже рисовать простыми линиями. линиями Polyline. Отступим порядочное расстояние от этого рисунка. И начнем рисовать. Точно так же рисуем только половину. вот здесь и вот здесь заканчиваем. Немного шире. проводим линию. Теперь эту фигуру мы немного отодвинем, потому что она может быть задета при действии, которое мы сейчас будем делать. а именно придание этого фигуре объема. Мы используем инструмент Revolve точно так же акциз, внутренняя линия и точно так же задаем число 180. Теперь нам нужно кое-что сгладить, а именно верх. Это будет макушка. мы ее сглаживаем не очень сильно. Вот этот острый край нам тоже нужно сгладить, но еще меньше, чем макушку. Он должен быть показан острым, но не сильно. И здесь мы сглаживаем посильнее уже. отлично. Теперь выполняем следующее действие. Нам нужно развернуть этот капюшон, поставить его вертикально. Выбираем разворот по вертикали, задаем 90 градусов, выбираем разворот по горизонтали, задаем 180 градусов. передвинем немного сюда и берем инструмент Snap, кликнем на плоскость этой фигуры и затем на головной убор. Да, это будет его простенькое такое лицо. Мы теперь ее поднимаем до верха. И еще нужно сделать шею. Шею мы сделаем при помощи цилиндра. Выберем инструмент Snap, установим здесь, увеличим цилиндр, его длина ширина должна быть 40. А высоту мы отрегулируем позже. Разворачиваем его при помощи инструмента Move по вертикали на 90 градусов, вводим глубже, и уже теперь задаем высоту этой шеи. Отлично, голову мы сделали. Теперь нам нужно ее поднять. Мы зажимаем Ctrl, отмечаем шею, головной убор и лицо и поднимаем. Соединять их пока не нужно. Сейчас объясню почему. теперь мы берем лицо копируем его Ctrl-C, Ctrl-V опускаем вниз увеличиваем при помощи инструмента Scale передвигаем еще ниже чтобы оставалось немного шеи ставим его перед сфинксом копируем Ctrl-C Ctrl-V разворачиваем по горизонтали на 180 и передвигаем назад. Да, мы из его лица можем сделать его корпус, потому что форма их примерно одинакова. а учитывая то, насколько сфинкс износился за это время, отличия будут незначительными. теперь нам нужно немного сократить головной убор, чтобы он не выходил за рамки нашего тела. Сократим его только снизу. Сверху он нас устраивает. здесь мы немножко вытянем заднюю часть тела. Этого будет достаточно. И применим инструмент Loft. Клик, клик, протянули, соединим инструментом Мэр в складке Combine. Теперь нам нужно немного его обрезать. Для этого мы используем простой куб. Увеличим его высоту. Немного сделаем длиннее тела вниз. И используем инструмент из вкладки Modify Split Solid, чтобы отрезать личное. Кликнем на тело, изменим вкладку сверху, выберем эту плоскость куба, удалим нижнюю часть и немного сгладим снизу. Так-то лучше. Теперь нам нужно сделать лапы лапы. перекрыть вот сзади вот здесь. Так скажем, сделать еще бедра. Лапы мы будем делать при помощи цилиндра. Мы возьмем цилиндр, поставим его здесь, приблизимся к этому цилиндру. Нам нужно использовать теперь Polyline и разделить ровно пополам этот цилиндр. Жмем Enter, используем инструмент из вкладки Modify Split Solid, кликнем на цилиндр, изменим вкладку, кликнем на линию, которую провели раньше. Продлим нашу лапу вот таким вот образом. Используем инструмент Loft, продлим материал от одной половинки цилиндра к другой и мы получаем вот такой вот элипс. Теперь нам нужно скопировать вот этот цилиндр и продвинуть его вперед. теперь нам нужно его уменьшить. Уменьшить до такой степени, чтобы таких фигур на лапе помещалось 4 штуки. 4, но не больше. Устанавливаем на нужное место. Делаем копию. Используем инструмент Snap. Вот здесь сбоку выделяем и вот здесь сбоку подносим. и буквально на 1 мм. Даже меньше. 2 десятых перемещаем сюда. Теперь копируем эти два пальца. Перетаскиваем сюда. 10,2. немножко сделаем лапу шире. Выделяем все эти пальцы, сделаем их длиннее и высоту зададим 20. Первоначально. Но можно чуть меньше. теперь отмечаем острые верхушки на них. острые края и сглаживаем. Также поступаем с основной лапой. Вот таким вот образом мы сделали лапу скингс. Соединяем при помощи инструмента Merge все вот эти фигуры. Немного отдаляемся. Поднимаем эту лапу. Передвигаем ее вперед. Опустим до уровня на котором находится лапа у оригинального свинца. Увеличиваем при помощи инструмента Scale. Не до такой степени. Сократим высоту. Скопируем Ctrl-C и Ctrl-V. Передвинем сюда. Чтобы было примерно одинаково расстояние от краев немного вперед. Копируем лапу. Передвинем сюда. И установим ее как заднюю. Прямо до упора. Вот сюда. бедра. Копируем ее и устанавливаем с другой стороны. На таком же расстоянии от тела. Так, нам осталось только установить бедра. Вот здесь. Их мы можем сделать при помощи головного убора. Мы его просто копируем. Устанавливаем сзади. Потому как его форма полностью соответствует бедрам бедра на сфинксе. Возьмем инструмент Scale. Увеличим. Опустим сильнее. Увеличиваем еще сильнее. И опускаем. лапы все еще выходят за его тело. Мы можем дальше увеличивать, либо вот здесь подтянем. Теперь нам нужно сократить головной убор до лап. Можем это сделать вот таким вот образом. еще сильнее. И немного сгладим. Совсем малости. да, вот этого будет достаточно. вот таким вот образом мы можем сделать самую простую фигурку сфинкса. На этом урок по 3D моделированию на базе программы 1.2.3.D. дизайн закончен. Всем спасибо. До свидания. .